всем привет друзья посмотрите после дождей какая свеженькая молоденькая травка наросла сейчас цыплятам сыпану курочкам сыпану видите какая красота многие показывают что у них на участке нет травы и обычно это показывают те кто недавно купил дом ну конечно же это обработано гербицидами трава она не будет расти там же написано 2-3 года не будет расти трава и многие делаю так при продаже обрабатывают это чтобы участок выглядел ухоженным чистеньким ну как вы все знаете я ничем не обрабатываю потому что мы кормим птицу у меня трава везде и всюду и это будет так всегда сколько я успеваю выполоть где мне нужно на грядках остальное я все курям гусям все это нужно имейте ввиду вот они не приближали приближали вкусная травка какая вкусная травка это не все создавайте я вам секунду в разные места будете кушать и тут а потом большим курочкам надо натерт и есть туда еще сыпнуть там собирали в разные места вот они чтоб не кучковались и кушайте кушать еще немножко мандам все основной курешки курюшки мы стоят сейчас я им тут кидаю потому что там у них очень мокро после дождей просто невероятно мокро поэтому всем тут кидаю знаете о зелененько сочно закрыть не забыть это я однажды не не закрыла и они у меня вышли сюда курехом гулять 10 штук ну правда быстро загнала видите какая грязюка здесь просто ужас после дождя это надо сегодня целый день чтобы дождя сегодня не обещают поэтому высохнет а я им отсюда кину здесь у них сухо не несутся больше снесли вот один раз не 4 яйца снесли все не знаю за день там за два по моему и все закончилась наша яйценоскость не знаю как у петуха тут оставить прямо смотрю на них смотрю белые не нравится высокий таки этого серого может оставить будет красивый нет у него гребешок такой жирный двух такой расплененными две части вот этот вот может быть петушок или он тут серо-чурный с этой компании одного оставлю другого оставлю ну или даже парочку там с малышни потому что там есть галашейный красивый весь чубатый красивый скорее всего это петушок потому что я посмотрел вроде бы как похож на петушка чубатый не может такие эти булочки растут что девчонки сыра идите там ешьте где кинула здесь сегодня у вас пока не будет высохнет потом все уберу граблями все ваши ошметки от травы увидите как все сразу же трава вся поднялась вся трава клубника которая была тут мне вся в траве буквально три дня у нас шел дождь но с переменным успехом не весь день там например льет полчаса потом нету он льет такой силой что просто лужи огромные сразу же образовывается вот такие дела бассейн у нас позеленел все после дождей он вообще махом зеленеет не будем наливать не будем что уже и купаться то неохота надоел такой вот он видите зелененький зелененький он был не набрался полный до верха это вот дожди сантиметров 10 бассейн не прибыло то есть целая наверно тонна здесь тоже газон весь сразу зарос вот она она спит кто кто потерял бульничку кто потерял мои куколку так вот мы спим ночью сегодня с нами ночевала все заросло надо высохнет и прокашу так что у нас тоже сезон уже заканчивается питуньки кое-как тут цветут еще где этот вот портулак он заполонил у меня все кто говорит что это салатная трава вот она на нити какая на травы у меня слава богу хватает всем всем и гусям еще на ру травы отнесу потому что у них там нечего вниз это точно они-то там все повыклевали как они повыщипали ниже выщипывать не выплевывают красиво кибискус вот отсюда отходят за мной куда можно лужи стоят после вчерашнего дождя все конечно высохнет махом для курятника я сразу собираю что я хожу туда и меня получается что я шлямду все время грязно шлепках поэтому я здесь ее собираю вот совочком цель сейчас тазик пойду гуся этим сигнал а гуся что-то у меня уснули наелись и уснули ведь не пойду к ним это сейчас начну тарать потом попозже мальчики пусть спят наверное покушали и сразу спать да девчонка что я продолжаю заниматься этой комнаты все-таки сняли мы эти шкафы потому что я поняла что я не приклею багет я вот эту стену решили обклеить вот эту снять тут вот штучку стену это я выровняла гипсовой смесью сохнет он даже где мокро это толстые слои сейчас я буду все это шпаклевать выровняла вот этот вот откос а там гипсокартон при при сыре как сказать прикрутила лишь и я вот это гипсовой смесью уголочек перфорированное дело и замазала там замазала наверху замазала здесь пришлось всю проводку вскрывать плитку убирать поэтому здесь у нас эта плитка не будет плитка останется но вот мы купим наподобие вот такой вот вот эти листы и приклеим на герметик то что очень страшная плитка прям вообще вся будет дырявая видите там разбито там разбито здесь все там не до конца что-то придумаем сейчас мне нужно начать шпаклевать темновато конечно но зато хотя бы не жарко с утра куда ты все-все-все до конца не открыла сюда смотри да ну причем она только что сломалась да папа услышал отправил меня надо они готовы их надо собрать мы так вкусно жалко блин не дайте с ними делать посмотри сколько много так-то они конечно пойдут для маркета уже все варить на я варить не буду я не буду у меня много его наваренного джема вы его не идите я не буду а ты мягкая еще прикинь то есть люба тебя ждем вы собирай мама дорогая у нас все на фруктов сейчас нарежу и будем кушать свои фрукты здесь персики мектарины очистила так вот долечками и теперь можно спокойно есть что червячок точно не попадет мектарины персики все вместе очень вкусные друзья всем привет еще раз не снимала немножко сняла в первый день и все и и вообще никогда было вообще никак не когда ремонт занимает время устаю и отдыхаю сейчас посмотрим с вами огурчики как у меня прижились как они себя чувствуют изменялись ли как вам кажется кто смотрел на камеру так этот вот семечки так выглядит здесь саженцы которые я саживаю все закрываю видите от солнца и вот эти вот огурчики в ведрах которые тоже я высадила на свой страх и риск вот такие вот пятнышки вот я уже если что обрызгивал видите прямо кайма кайма прямо как бы засохла что ли вот как поражена не знаю вчера я обрызгала огурчики вертимек на всякий случай сделать профилактику от клеща потому что клещение сами знаете могут и трипсы и клепщи кого только нет тут а где-то на каком-то огурчике я даже видела что завязывается у нас огурчики а вот они они маленькие видите не знаю как уж потянет он такой сам худой и огурчик завязывать по идее то можно было бы его оторвать чтобы он силу набрал как всегда же жалко здесь у нас ничего пока нет а ну держится он держится вот мусики говорят надо прищипывать не всегда так жалко не буду все прищипывать помидоры у меня уже отходят такие вот еще остались и маленькие надо собрать все я делаю в ремонт или что же делает помогает осталось нам там вроде как самые не тяжелые работы но нужно же еще и варить и кормить и отдохнуть и полить ну полить сейчас мы не поливаем потому что у нас три дня был дождик как три дня он же с переменным успехом например полчаса лет а если он льет вы знаете как они льет как из ведра тропический поэтому у нас все мокренько все заросло травой сразу же посмотрите зеленый огород полностью арбузов у нас не будет они цветут завязывают арбузики и все и пропадают не знаю почему не буду я больше сажать кабачков ой бегут видите увидели меня и бегут это что такое персики у нас поздние которые попозже начинают созревать тоже такие огромные друзья наверно все ждете когда я покажу вам ремонт на ремонт пока вот на такой стадии смотрите потолок я сделал так свет я не могу вам включить потому что мы еще не подключить лампу и вот что мы сделали вот это вот видите эту стену до плитка старая которая здесь была мы ее не снимали я ее отмыла вычистила вышкребла и мы купили вот такие панельки они продаются где-то метр на 50 приблизительно размером 20 штук мы купили купили монтажный клей герметик и эту к стену закрыли заменили полностью розеточки выключатели покрашу трубочки все краску только купили сейчас ездила стены здесь вышпаклеваны но я их еще не чистила не их нужно вычистить покрасить почему так долго потому что все это требует времени мне же еще и птица еще и обед варить надо здесь вот тут нужно привести в порядок вот этот квадрат голова кругом от него потому что неизвестно как и что плитку там уже не уложишь потому что она там лежит снимать ничего не будешь этот котел стоит в общем по бокам выложу плитку внутренности от моей скорее всего покрашу больше ничего при 0 там нельзя укладывать потому что это котел сюда линолем будет купленный здесь все покраситься здесь тоже все покраситься потом наверху я уже покрасила на раз этот здесь вот этот как называется накопительный в общем работы работы много вроде бы маленькая комнатка но очень очень много всего здесь нужно сделать с одной стеной только два или три дня мы просушивали и ну пока ее заделали потом ушло вы представляете вот на всю эту комнату у меня ушло два с половиной мешка гипса гипсовой смеси он пол мешка у меня осталось гипсовой смеси и пол мешка шпаклевки все вот это вот все ушло здесь у тоже вот откос сделала все здесь уголочек делала хотели пластиковый заказать поехали узнали 8000 нам насчитали просто чтобы откос пластика не вот эта дверь 16000 до этот откос за 8 не надо я его зашпаклевала выровняла все в смысле заштукатурила выровняла потолок вот как смогли сделали 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 везде вот этот вот багет мне еще лента приклеена это уберу ее малярная то чтобы не замарать вот это вот когда красила такая вот оригинально они придумали там разные расцветки были но вот этих вот 20 штук в одном месте только было мне понравилось здесь вот такая как бы интересная какой мужская тема ракушечки все такое вот потом когда все сделается я вам все покажу в общем видео сейчас пока еще сегодня я доклеила багету по верху вчера стену заклеили сегодня багета клеила покрасила на второй раз потолок начала красить вот эти вот трубы краску маслину поехали купили нужно вот эти все трубы докрасить вычистить стены сегодня желательно и конечно же надо вот этот вот квадратик да бака там бака тому что кторильно здесь уток все отвалилось и все здесь мазала1000 раством по новому мало потому что все там плитка отвалилась которая вы здесь вот тоже решала и здесь такая же была у него брала естественно под ней все там отвалилось все замазали раствором все это тоже просыхают там даже мол�로 крува потому что там толстый слой такой девайке тела achieve обед варить надо еще покормить всех и отдохнуть как бы тоже устаешь очень потихоньку помаленьку делаем друзья всем доброе утро я уже в работе вчера вот так сделала окантовку плиткой старый то что я снимала вот отсюда вот с этого пола разрезала ее и вложена по краям то что там не было плитки просто раствор был и купили сюда вот уголочки когда будет ли 0 уголочками окантуем вот этот вот край придется середину просто покрасить потому что там плитка лежите вкладывать плитку я не буду потому что котел уже стоит там уши нельзя поднимать развела краску вам конечно цвет не виден но она такая знаете цвет сафари светло может быть какао что ли под цвет вот этой вот немножко нашей стены видите как мы ее облагородили купили эти панельки и приклеили на монтажный клей получилось и дешево как бы и более-менее эстетично уже мне сейчас нужно по плану покрасить все стены загрунтовать вычистила насколько видела потом после покраски будет видно как дальше где-то подработать либо еще что-то я буду красить потом вам покажу добралась я до полов эти выравниваю гипсовой смеси они здесь здесь штукатурен я штукатурена прошла грунтовка от этого влага влага это грунтовка сейчас я это все выравниваю шпателем развела в ведерочке гипсовую смесь мне как раз пол мешка осталось со стен и это будет у меня для полов до конца Продолжение следует... 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 Продолжение следует...